США и Великобритания могут в ближайшие недели принять негласные решения о нанесении ударов по целям в глубине России дальнобойными западными ракетами с территории Украины. Как сообщает на своем сайте газета The Times, этот факт постараются держать в секрете до тех пор, пока первые из этих ударов не будут осуществлены. Издание ссылается на западных дипломатов, указывающих, что западные союзники Киева могут объявить легитимными для ВСУ целями склады вооружений и бункеры, расположенные далеко за линией фронта. Договоренность может быть достигнута в ходе встреч лидеров в Нью-Йорке, где с 24 по 30 сентября с перерывом на 29 сентября будет проходить неделя высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. При этом на данном этапе стороны хотят воздержаться от официальных заявлений. В британском правительстве не стали ни подтверждать, ни опровергать эту информацию, заявив изданию, что позиция Соединенного Королевства не изменилась. Ранее президент России Владимир Путин заявил журналистам, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории России, поскольку для этого ей нужны разведанные со спутниковой и балетной задания. Российский лидер отметил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, а по сути решают вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он сказал, что Москва будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут для России. В свою очередь, замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Москва знает о принятии с Западом решения о нанесении ударов вглубь российской территории и передаче соответствующих сигналов Киеву. По его словам, Россия будет реагировать на удары так, чтобы мало не показалось.